Водители и кондукторы горы электротранса уже получили команду разрешать пассажирам занимать все сидячие места. Подвижной состав коммунального предприятия различается по вместимости, поэтому для каждого вагона лимит пассажиров определяется отдельно. Ограничения колеблются в диапазоне 23 до 60 человек. Данное решение является ослаблением карантинного режима. Теперь в городском транспорте сможет ездить большее количество людей, хотя в целом пассажиропоток прогнозируемо упал. Маршрутки теперь будут вмещать в пределах 20 человек. Отмечу, что и частные перевозчики, и городской электротранспорт создают в десятки раз большее скопление людей, чем, например, с понедельника разрешено в парках или на побережье. К слову, в зеленых зонах одесситы ведут себя довольно дисциплинированно. Животных выгуливают по одному, по двое ходят в основном с детьми. Большее скопление граждан наша съемочная группа зафиксировала только на баскетбольной площадке. Я вроде один сижу. Они вдвоем тут играют, один тут сидит. Ну ты же тоже играл. Ну я один пришел. Я же не знал, что они тут. А слышал про масочный режим? Да. Есть масочка с собой? С собой нет. Ну так в парк же нельзя без маски заходить сейчас. Да. Плохо. В следующий раз возьму маску. А вот по поводу масочного режима есть вопросы. На открытом пространстве большинство граждан не считает нужным закрывать лицо. Добрый день. Скажите, а как вы относитесь к тому, что ограничения на посещение публичных мест, парков, прибрежной зоны? Я не буду с дверной полоски. Да? А почему вы без масочки шли? Должны же быть в этом маске. Вот эта маска. Но вы только что ее одели? Я одела вот. Вы одели только что, а шли вы без маски. А, да. Это неправильно. Так и живет Одесса в условиях карантина. И лишь братьям нашим меньшим закон не писан. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.